Сегодня ровно год. Трагедия с семьёй сирийских беженцев, которая не оставила никого равнодушным. Фотографии мальчика, найденного на пляже турецкого курорта Бадрум, шокировали весь мир. Трёхлетний Айлан стал символом печальной участи сотен тысяч беженцев. Вместе с ним погибли пятилетний брат и их мать. В курдском лагере для мигрантов на севере Ирака прошла акция памяти. Беженцы своими силами реконструировали трагические события. На памятном представлении присутствовал отец погибшего мальчика Абдулла Курди. Он с трудом сдерживал слёзы. Сейчас он проживает в иракском Курдистане. Сразу после трагедии отец погибшего семейства призвал мировое сообщество решить проблему беженцев, которые пытаются укрыться в Европе от войны на Ближнем Востоке. К сожалению, по словам курди, с тех пор мало что изменилось, а вся его собственная жизнь превратилась в сплошное горе. Мой сын и моя семья навсегда в моём сердце. Я постоянно думаю и говорю о них. Из-за тоски у меня плохо со здоровьем, мне пришлось перенести операцию на сердце. Я постоянно наблюдаю похожие события. Люди умирают каждый день из-за войны или из-за других проблем. Первый месяц после моей трагедии беженцам стали помогать главным образом европейские страны, в меньшей степени американцы. Но затем всё заглохло. Мы перестали даже слышать о какой-либо помощи. Не было ничего вообще. Вместе с двумя сыновьями и женой Абдуллы Курди год назад погибли ещё девять сирийских беженцев. Все они направлялись из Турции в Грецию. Через морскую границу их переправляли контрабандисты. С каждого мигранта они взяли по 1300 долларов. Когда они уже плыли в море, началось сильное волнение. Проводник выпрыгнул и уплыл, а лодка вскоре перевернулась. Полчаса Абдулла удерживал своих детей на поверхности воды, но силы оставили его. Береговая охрана вытащила самого Курди на берег спустя лишь три с половиной часа.